Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередной торговой сессии этой недели. Сегодня на календаре у нас 11 октября, среда, день, когда вечером нас ждут протоколы последнего заседания американского регулятора. Выйдут они традиционно поздним вечером в 21.00 по московскому времени, поэтому, если вы хотите оказаться в центре, скажем, событий, которые станут причиной роста волатильности и интересных, и, будем надеяться, прогнозируемых в плане динамики движения доллара, соответственно, если вы хотите быть на передовой самого важного релиза, вероятно, даже всей недели, нужно побыть сегодня, соответственно, перед терминалами в это время, хотя волатильность, возможно, уже начнет появляться и в рамках торговой сессии. Протоколы, друзья, о них мы говорим традиционно очень много, поскольку протоколы — это дорожная карта заседаний, которое состоялось до этого, это ответы на вопросы, какой позиции придерживаются представители американского регулятора, и это ответы на вопросы о том, что будет с политикой дальше. Для доллара, безусловно, крайне важная тема, потому что американская валюта вроде бы как и хочет вырасти, но, к сожалению, есть и такие приземляющие новостные события в виде эскалации напряженности в отношениях Соединенных Штатов Америки с Северной Кореей. И эти приземляющие обстоятельства, собственно, вчера снова вступили в игру. Мы увидели локальный прессинг на доллар, потому что трейдеры снова начали переводить свои капиталы в защиту. В данном случае в тандеме пары доллара и японская иена этими защитными свойствами отличается и японский валютный актив. Ничего на рынке не произошло в плане того, что можно было заложить в основу ухудшения конъюнктуры статистической, фундаментальной новостной в плане доллара. Просто на рынке возникли основания поторговать защитными инструментами, потому что снова стали обсуждать вот этот конфликт. К сожалению, друзья, мы сразу же допускали изначально риск того, что это может произойти и продолжаем это делать. Мы верим в рост доллара, понимаем, почему этот актив должен стоить дороже, особенно сейчас, когда очень много воды утекло и очень много решений было озвучено прессом, собственно, от сокращения баланса, анонса того, что это будет долгосрочная программа, до конкретики по поводу роста процентных ставок. Да, ФРС не сказал точно, что декабрь это 100%, тот самый заключительный месяц, когда до конца 2017 года еще одно решение по ставкам будет принято. Но ФРС дал прямые намеки и указания готовиться к тому, что это самый вероятный период. И фьючерсные контакты, они как раз продолжают сигнализировать о том, что в плане монетарной политики для ФРС ничего не поменялось. Друзья, по сути, можно сказать, что для доллара сегодня чуть ли не последняя возможность отстоять ориентиры и расчеты на жесткую монетарную политику и поставить их на передовую своего движения. То есть использовать ожидания более жесткой политики, чтобы погасить и невидировать те самые события, которые провоцируют трейдеров на уход в защиту. Если американская валюта сегодня не сможет воспользоваться поддержкой, я уверен, в подавляющей части жестких комментариев представителей ФРС, тогда доллар японской иена на достижение цели наших длинных позиций, ориентировав в 114-115 иен, доллару понадобится для этого гораздо больше времени, нежели чем прогнозировалось ранее. Но все равно этот сценарий будет более предпочтительным. Тем более, что сейчас для американца есть еще и поддержка какой-то конкретики по налоговой форме, ее раньше не было. Сейчас это тоже козырь, которым можно щеголять для того, чтобы оправдывать рост доллара. Но котировки, даже несмотря на то, что вчера мы увидели тестирование поддержки 112 ген против американца, сегодня снова мы полны надежд, потому что на азиатской сессии американец, по сути, вернулся к тем самым уровням, на которых было в начале этой недели, неделю назад, две недели назад и даже более длительный период времени. Это в диапазоне 112-113. Сейчас котировки по доллару японской иене находятся на отметке 112.40, друзья. И будем надеяться, что интерес к доллару все-таки сможет вернуть приличную часть покупателей. Самое главное, чтобы это были покупатели с большими деньгами, чтобы сегодня в соответствии с раскладом и расчетом мы смогли прокатиться на ралли американского доллара. Ну, немного мы, скажем, перетасовали активы местами по анализу, тогда опустим впоследствии доллар и японскую иену. Не забывайте, что в 21.00 протоколы уже все ясно, исходя еще из последних комментариев от Жанна Тьерен, которая подтверждила приверженность политике более высоких процентных отставок. Уже все ясно, исходя из отчетов. Не обращайте внимания на слабые нон-хар-фэрлс, поскольку они являются отражением сезонных стихийных бедствий, то есть это локальный сезонный дисконт, который привел к скидке в показатели роста занятости. А вот что касается зарплаты, здесь, напротив, забывать не нужно, каким хорошим был показатель. Мы рассчитываем на рост потребительской активности, и помимо, собственно, протоколов, еще делается параллельно довольно высокая ставка на то, что в пятницу не разочаруют и данные по инфляции. В соответствии с ростом зарплатных плат мы можем рассчитывать на рост и показатели СПР. Нет, друзья, здесь у меня побольше информации, потому что день вчера по событиям, по обсуждению, по таким локальным микро-триггерам оказался довольно интересным, в принципе, для этого актива и сектора. Что касается причин, то их несколько. Ну, во-первых, Саудовская Аравия, которая, по сути, пообещала, что в предстоящем месяце в ноябре они снизят дополнительные поставки в диапазоне 6-8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Цель, конечно же, попробовать предпринять дополнительные усилия, чтобы восстановить конъюнтуру рынка. Это первый фактор. Второй момент, он для меня стал полной неожиданностью, потому что вроде бы как ситуацию с ураганами, скажем так, мы уже подзамяли по обсуждению, и последствия были не такими уж разрушительными. Мексиканский залив остался нетронутым, нефтеперерабатывающие заводы. И вот я нарвался на такое сообщение, опять же, со ссылкой на Bloomberg, о том, что 59% нефтяных терминалов, нефтеперерабатывающих заводов вчера прекратили свою работу, опять же, исходя из урагана, который попосредствием может сравниться с ураганом Ахары, который мы обсуждали уже практически месяц назад. 59% — это, конечно же, много. Реакция рынка двойственная. Кто-то делает ставку на то, что запасы будут накапливаться в нефти, и, соответственно, это причина, по которой нефтянку можно продавать. Кто-то делает ставку на то, что будут резко сокращаться запасы топлива, бензина. Исходя из этого, нефтянку, естественно, можно покупать. Я не знаю, друзья, какой из этих сценариев является более интересным для вас, но они по степени своего влияния и воздействия равносили. Поэтому я просто обозначил вам то, что такая тоже новость есть на рынке, и ее уже обсуждали. Но, возможно, более разгоняющим новостным поводом для нефти вчера выступил фон, который связан с ожиданием того, что соглашение по ограничению снижения добычи могут принять и Соединенные Штаты Америки. Конечно же, никакой позиции со стороны США солидарности этой сделки аналитическому пакту не последовало. Но мы вчера с вами сделали акцент на генерального секторя Баркина, который довольно оптимистично отозвался от текущей степени исполнения договоренности о вовлеченности региона в соблюдение этой сделки, но отметил то, что для устойчивого восстановления нужны дополнительные меры, мы о них тоже говорили. Но была использована такая фраза, как «возможности необходимости беспрецедентных мер». Я был прикинул, что, скорее всего, это более агрессивные показатели по коррекции квота. Наверное, это самый беспрецедентный шаг, на который сейчас могут пойти регионы ОПЕК, заинтересованные в том, чтобы эта сделка была более эффективной. Но, судя по последующим комментариям Баркина, которые уже были итогом всей его конференции, поначалу я эти сообщения не то чтобы упустил внимание, они были просто в них недоступны, я думаю, так же, как и другим участникам рынка Баркинда, по сути, обратился к США с просьбой разделить с ними вот эту ответственность, обязательство по снижению добычи, ответственность и обязательство по восстановлению ценовой конъюнктуры и поддержанию цен на нефть. То есть попросил сделать все возможное, чтобы также не допустить обрушение обвал цен на нефть. И вот статья очень новая сейчас на эту тему. Мне понравились заголовки о том, что Баркинда и ОПЕК в целом признали проигранный бой, борьбу, которая была ими же и завязана несколько лет назад, когда цены на нефть находились на крайне низких значениях, потому что ОПЕК пытался выдавить с рынка сланцевых производителей в США. Но сейчас местами они поменялись, и с рынка выдавлен как раз нефтяной коктейль, а США чувствуют себя бодрячком. И те объемы добычи, которые мы наблюдаем сейчас, доказывают тот факт, что только Соединенные Штаты Америки выиграли от всего, что происходило тогда и сейчас на рынке черного золота. Также заголовки о том, что Баркинда и ОПЕК продемонстрировали выбросить белый флаг, тоже это призыв, по сути, помощи к сланцевым производителям Соединенных Штатов Америки. А ситуация, которую мы сейчас наблюдаем в США, она говорит о том, что с начала 2017 года производство сланцевой нефти выросло примерно на полтора, по-моему, миллиона баррелей в сутки. Раньше было 4,4, сейчас мы уже констатируем значением 6 миллионов. Это только сланцевое производство, то есть уже больше 50%, гораздо больше, чуть ли не в 70% отбираются. Именно эта доля добычи черного золота сланцевого в сравнении с традиционными способами. Мы видим то, что США активно наращивает экспорты и поставки, знаем, с чем это связано. То, что есть для этого все возможности, по крайней мере, ничего не меняется. То есть, опять же, следуют выводы из-за текущего расхождения в стоимости контрактов того же самого Brent и WTI. Мы знаем то, что Соединенные Штаты Америки настолько оказались молодцы в секторе нефтянки, что умудрились задействовать такие технологии, которые резко снизили рентабельность этого бизнеса. То есть, этот бизнес рентабелен даже при ценах в 40 долларов за баррель. Друзья, это официальные сообщения, официальные заявления. Это не попытка кого-то приукрасить, скажем, картину. На самом деле, рентабельность находится на более высоких ценовых значениях. Нет, 40 долларов – это реально. И очень сильный этот показатель ценовой контрастирует с нормальными и достаточными ценовыми показателями для стран Ближнего Востока. Потому что для Ближнего Востока, для подавляющих регионов, 40 долларов за баррель – это смерть и подобное. Они концы с концами не сведут, а США – нормальные. При этом, Соединенные Штаты Америки не завязаны на нефтянке, как на одном единственном источнике роста экономики. Нет, это просто сопутствующая, второстепенная, разгоняющая для экономического восстановления. Но никак не основная для Ближнего Востока. Поэтому вопрос о том, будут ли Соединенные Штаты Америки, станут ли они участниками этого аналитического факта, примкнут ли к соглашению – это очень большой вопрос. Что-то подсказывает мне, что они не наложат, а собственноручно на себя, вот эти обязательства по коррекции объемов, потому что им совершенно это не нужно делать. Напротив, перед ними все новые и новые вызовы. Кстати, с учетом сохранения текущих темпов по объемам добычи, ну если не к концу этого года, то уж точно в первом квартале 2018 года они смогут по добыче протестировать планку 10 миллионов. Это уровень, который раньше давался по добыче только Саудыск-Аравии и России. То есть, Штаты уже, с учетом технологий, с учетом активности и тех возможностей, которые им подарила мировая иллитическая конъюнтура, и в том числе сделка ОПЕК по снижению добычи, они вообще могут претендовать на то, чтобы занять чуть ли не лидирующие позиции, собственно, в этой отрасли. И не забывайте то, что вот этот буст, ускорение развития американской нефтянки, он в том числе опирается на один из основных и первых указов президента США Дональда Трампа после победы на, собственно, президентской гонке, о том, что были сняты ограничения на добычу. И он как раз выполнил обещание предвыборное, которое давал нефтяникам, голосующим и поддерживающим, собственно, его во время его предвыборной кампании. И сейчас, конечно же, гасить этот бизнес он не будет, раскупорены стратегические запасы, а США уже достигли по экспорту рекордных показателей, вы только вдумайтесь, 2 миллиона баррелей в зене, это нефтянка, которая идет на экспорт и окучивает сразу этот объем, прежде всего, Азию. Азия – это основной стратегический рынок сбыта для Ближнего Востока. Поэтому местами Ближний Восток, ОПЕК и США явно поменялись. Только раньше штаты никого не просили о помощи. Все делали сами. Сейчас мы видим то, что ОПЕК оказались в той ситуации, что, наверное, на какой бы шаг они ни пошли, ситуация не изменится. Если они сейчас снизят объем добычи еще больше, соответственно, потеряют большую долю рынка, которую завестят те регионы, которые не участвуют в сделке США. Если они сейчас вернутся к прежним показателям по выработке, это спровоцирует еще больше снижение цен на нефть, закреплению бренда ниже 50 долларов за баррель. Это все равно будет достаточно, чтобы сланцевый бизнес в США развивался. Это очень интересная тема. Опять же, чуть затяну, но считаю необходимым рассказать вам, когда есть интересные новости, чтобы вы точно были в курсе о всех событиях, которые происходят. Резюмируя все, что было сказано по нефти, конечно же, факторов сейчас для локальной поддержки много. И нефть действительно растет. Еще на повестке доклад ОПЕК по объемам добычи и прогнозы Международного энергетического агентства. Это сегодня и завтра события. Я предлагаю, друзья, дождаться этих релизов, посмотреть, как на них отреагирует рынок. Если прогнозы будут улучшены, по спросу вполне возможно. Если ОПЕК снова будет травить нас нереальными цифрами, но очень реальными цифрами, в которые верят оптимисты по нефти, это 100% выполнение обязательств, резкое сокращение объема добычи и экспортных поставок. Может, глубнее души мы будем понимать, что это цифры наигранные, но для локальной реакции и интереса к нефтянке этого вполне может хватить. В общем, друзья, если по факту четверга ралли, вот это восходящее, не сменится на распродаже, возможно, будет даже не лишним попробовать присоединиться к продолжению этого восходящего движения, тем более, что трейдеры сейчас начнут готовиться уже к ноябрьской встрече. А традиционно в ходе последних важных заседаний рынок свято верил в то, что каждое последующее заседание будет революционным для всей нефти и участники придут к новым соглашениям. Может быть, на этом будет иметь смысл поспекулировать и на. Но сперва давайте посмотрим, как рынок отреагирует на те отчеты, которые я обозначил. Если до четверга не развернемся, соответственно, можно будет поставить на рост бренда, в том числе и до отметки в 60 долларов за банк. Дальше идем. Евро против американца. Здесь давайте по валютным активам чуть покороче, чтобы, опять же, не занимать ваше время, особенно отсутствие того, чтобы картина особо не изменилась. Политика правит балом по еврозоне. Это политика, связанная с провозглашением независимости о Каталонии. Декларация независимости. Мы ждали в понедельник, то, что она будет подписана в понедельник. Мы сказали, что это событие вторника. Вчера весь день, собственно, ждали. И под конец, собственно, торговой сессии действительно декларация была подписана президентом Каталонии, Пучдемоном. Однако здесь важно отметить то, что эта подпись пока что делает документ формально. Он еще должен пройти обсуждение и голосование в парламенте. Но Пучдемон поставил на паузу факт обсуждения в парламенте, потому что хочет попробовать найти точки соприкосновения и компромиссные моменты с испанским руководством. Потому что меньше чего хотят сейчас, что испанец, что Каталония, это допустить новые очаги локальных конфликтов и проявление насилия. Это буквальное стремление обоих сторон. К сожалению, мне кажется, что ситуация с независимостью Каталонии это все-таки то событие, негатив которого еще проявится в динамике евро. С этим просто нужно смириться, потому что любое действие такого формата это распад Европейского Союза, это нарушение его целостности и очень много плохих мыслей, которые идут сразу в отношении того, что будет с еврозоной дальше. Потому что вот эти конфликтные моменты, они назревают. И другие регионы, которые раньше взращивали также идею автономности в виде на то, что происходит удачно в плане реализации голосования независимости, могут тоже повторить участие о Каталонии и так далее. Это, да, долгоиграющий фактор, но даже при всех высокопарных сейчас идеях что Каталонии, что Испании договориться, наверное, будут очень много камней и преткновений, о которых рынок узнает в ближайшее время. Это так же, как и процедура с Brexit. Нам говорили, что все пройдет гладко, поскольку все понимают, насколько важно сейчас отстаивать и границы, и интересы городу, и бизнеса. Но вот, друзья, уже больше года прошло, а процедура Brexit, можно сказать, не сдвинулась ни с места, потому что это такой конечный тупик. И стартовал, кстати, уже пятый раунд переговоров. По-прежнему серьезных договоренностей нет. По евро. Да, доллар вчера провалился, потому что был спрос на защитные активы, слабость доллара и такнуло евро. Ну, возможно, причиной также стало интерес к европейской валюте то, что еще документ декларации независимости не прошло голосование в парламенте. Но это все-таки случится и в самые ближайшие дни. Поэтому, если спекулируете, друзья, все-таки через длинные позиции, имейте в виду, что сейчас на рынке много рисков, которые могут лихо опрокинуть европейскую валюту, то есть, ну, вернуть ее в район 1.16. Фунт против доллара. Вчера несколько отчетов, противоречивые отчеты. Это, во-первых, дефицит торгового баланса, который вырос почти на полтора миллиарда фунтов. Промышленное производство в месячном выражении просело за счет снижения показателей выработки нефти и газа из-за того, что много нефтоперабатывающих заводов, терминалов были закрыты на техническое обслуживание. Это сезонный фактор, да, я признаю. Может быть, как раз сезонность этого явления и более сильные данные в годовом выражении, они в месячном 1.6, кстати, в годовом с одного и одного роста, позволили он вчера покупать. Но, скорее всего, не статистика, а причина интереса к британцу, а какие-то определенные договоренности с ДВИГе в переговорческом процессе, хотя еще не подтвержденной. Тереза Мэй сообщила о том, что стороны Евросоюз и Англия близки к взаимопониманию по вопросу прав граждан. Это один из столпов, на котором сейчас базируется весь переговорческий процесс. Это корниться с Ирландией, юрисдикция Европейского суда по правам человека. Это еще фискальные вопросы и, собственно, обсуждение прав. Как граждан Европейского союза на территории Англии, так и граждан Англии на территории Европейского союза. Может быть, рынок вчера вдохновился хоть каким-то позитивом. Но я, друзья, предлагаю вам дождаться завтрашнего выступления Мишеля Вранье, который является куратором вообще всей процедуры Брэкзита. Он как раз и расставит все точки над «ты». И если был позитив, коснется его. Если нет, мы в очередной раз услышим то, что пятый раунд, очередной раунд приговоров пока безрезультатен. Как торгуем фунтом? Ну, собственно, как и раньше, я пока не решаюсь войти в трейдинг по британцу. И если все-таки вас интересует, как бы я сейчас действовал в данном тандеме валютных активов, я бы все-таки продолжал ставить на все новые и новые спекуляции, которые будут появляться на рынке, обсуждения, слухи и сообщения о готовности к повышению процентной ставки. То есть я бы все-таки поставил на рост британца против доллара. Что касается американцев против иены, с этого мы начали, поэтому давайте повторяться не будем, ждем сегодня по 21.00 протоколы и рассчитываем на то, что хотя бы в этот раз они смогут поддержать американцев. Фондовые рынки на стоических максимумах, они как-нибудь собираются спускаться, поскольку стартует еще и сезон квартальных отчетов. Ожидания выполнены очень хорошие. Ожидания эти подстегиваются и тем, что последующие кварталы будут сильными, исходя из скорых сроков по реализации налоговой реформы. Но я уже окостил давно американский фондовый рынок, еще в момент пробоя сопротивления 2500 пунктов, как самый настоящий пузырь, который может схлопнуться в любой момент. И от этой идеи пока отказываться не собираюсь. Доллар-канадец не может пока развить более стремительное восходящее движение. Также приклеен по-прежнему к отметке 1.25. Вчера выше забраться парень не удалось из-за слабости доллара, который отреагировал на снижение индекса американской валюты. Кстати, индекс повалился до двухмесячного минимума 93.09. И еще вчера, кстати, вышел отчет по разрешениям на стоительство Канады уже, по-моему, четвертый месяц подряд сплошного спада. В этот раз снижение составило 5.5%. Если бы доллар все-таки имел возможность забыть про эскалацию напряженности Северной Кореи, мы бы уже видели пару юридикатов выше отметки 1.26 или 1.27. Но этот новостной фонд спутал в очередной раз все карты и стал причиной слабости американца. Поэтому слабую статистику по Канаде отыграть возможности, по сути, и не было. Собственно, друзья, на этом все. Ждем сегодня в 21.00 протоколы. Также сегодня будут опубликованные запасы нефти. Сначала это частная оценка от Американского института нефти. Напомню, что изо дня Коломбы в понедельник снова классические отчеты по опубликации едут на сутки. Официальные данные от Министерства энергетики у нас будут опубликованы, собственно, завтра. Помимо этого, завтра ждем еще и доклад по прогнозу спроса на нефть со стороны Международного энергетического агентства. Но об этом мы также уже с вами поговорили. Друзья, пожалуйста, контролируйте риски, особенно сегодня, когда рынок может показать очень серьезное движение. Роллировать будет доллар, но будем надеяться, что в плане восходящего движения. Движения будут мощные, а на поведение американцев уже оттыкнутся прочие финансовые активы. Также в стране не останется и фондовый рынок, который опирается классически, как и всегда, и на протоколы, как на один из основных драйверов для движения. С целями, ориентирами, вроде бы как разобрались, они пока что не меняются, ждем их реализации. Ну и, как и всегда, смотрим за событиями, не упускаем из вида важный отчет и продолжаем обсуждать. Если есть вопросы, канал на YouTube, форум Amarkets, как и всегда, классический, традиционный, очень известный канал о коммуникации, оставляйте ваши пожелания, комментарии, рекомендации, ваши идеи. Это тоже очень важно. Я призываю, чтобы вы делились вашим взглядом на рынок прямо там, под актуальным брифингом, собственно, под актуальным видеоконтентом. Я уверен, что он будет интересен не только мне. Всего доброго, до свидания.